Девушки отдыхают Читание кодексов слов Жалко не авторам Читание авторам кодексов Возможно такое Но у меня будет книга Волшебная это индекс империум И у серых рыцарей Как ни странно С ним ничего не поменялось То есть у них появился новый один юнит А цены те же Причем новый юнит это как старый юнит Просто берут старую модель Типа это у меня Грандмастер в Дредной Те Только у нас Собственно появились Трэйты Стратогемки Давай начнем с общих правил Поехали Ну естественно у нас всех мары Поэтому есть шелновный эфир у всех Есть демон хантерс Позволяет нам реролить ту вунд в КТХ Против демона Да Ну такое нормальное Главное дальше правило Отличие от остальных Собственно псайкеров Это райт оф банишмент Есть почти у 95% моделей В нашей книжке Значит В чем суть По сути у нас зарезанный смайт У моделей Потому что Рейнж с 18 падает до 12 И вносит просто одну марталку Если это не демон Да Но по демонам вносит аж 3 То есть стабильно Вместо 3 3 да 3 да И то есть не важно Выкинули вы больше 10 Например Все равно вот ровно 1 Это понятный фикс Потому что Все Братья псайкеры Соответственно Это был бы просто Дикий спам С майто Так как он У нас Никак не обрезается Нигде Они обрезали им Специально вот так То есть Если ты демон Огребаешь Если не демон Ну ладно Тебе одну дырочку Да Значит Ну наш телепорт Зачем ты вправил Вообще вынесли Телепорт страйк То что Можно из резервов Упасть Да В 9 дюймах От противника Стандартно Да А вооружение Наверное сразу же Скажем что у них есть Значит Милишное оружие Для Значит Наших всех инфантери Не считая Дреднайтов Это Демон хаммер Все это Как бы Немезис оружие Соответственно Демон хаммер Халберт Сворд Став И Фальшионы Пара фальшионов Все это Как бы Было Форс оружие Осталось Форс оружие А значит Оно не Дырочку делает А Д3 Что круто Причем Учитывайте Что в цене Серым рыцарем Просто считать цену Потому что Хотя бы Все милишное оружие Кроме хаммера У нас стоит 0 очков Потому что Ну как бы Оно есть у всех Поэтому оно вшито В цену модели Собственно В чем суть Хаммер Наверное Самый неинтересный Хоть он и дешевый Получается Относительно Всех Например Маровских Ну просто потому Что у нас Как бы и так Форсовое оружие Уже А так Это просто хаммер Да Три дамага Ихс два Минус три Сейв Все Ну Штраф по владению Соответственно Сворд Соответственно Самый Наверное Ну вообще Бесполезный Потому что Все таки Ну это просто меч То есть Конечно да Это минус три Сейв Он форсовый Но это сила юзер Все У него никаких Больше Особенностей нету Два Так сказать Точнее давай Вначале Такой Хитрый вариант Это посох Потому что Посох По сути Это посох В КТХ То есть Тоже достаточно Такое себе оружие Плюс два Минус один Но Когда модель С этим посохом Дерется В КТХ Она получает Плюс один Конвулю Соответственно Как это Можно использовать Это Можно давать Каким-то персонажем Но Давая его Персонажу Конечно Давай например Грандмастеру В КТХ Он получает У нас уже Третий инвуль Просто по базе Если дошел Хорошо Но Грандмастер У нас И в КТХ Хорошо Сражается А вы Классному КТХ Даете Посох И ты Такая Поэтому Наверное Самое Нормальное Применение Посоха Это Давать Например В большой Отряд Особенно Это хорошо Давать Например Терминатором Или Паладином Потому что Если у модели Нет Инвуля Она дает Пятый То есть Пацаны В 3+, Будет С пятым Махаться Ну Такое Себе Там Откидывать Что-то А вот Терминатор Уже Будет Иметь Четвертый Инвуль А если Скажем Там У нас Есть Косты У нас Есть Стартагенки И возможно Там Будет Третий Инвуль И это Уже Гораздо Лучше Танковать Вот Персонажу Ну Если Вы Хотите Такого Супер Танкового Персонажа Себе Знаешь Что Он Точно Дойдет До ХТХ Ну Можете Дать Ему Этот Посор И Собственно Топ Наших Оружий Это Делят Между Собой Фальшионы Парные И Хелберт Он же Алибарда Он же Палка В чем Почему Ну Значит По Правилам Значит Оба Фарсовые Оружия Хелберт По сути Просто Фарсовый Топор Плюс 1 К силе Минус 2 К силу А Фальшионы По сути Не до Паверсворд Потому что У него Сила Юзер Минус 20 И Ву Но Парные Фальшионы Дают Плюс 1 Атаку И Получается Что Как бы Это Два Самых Лучших Оружия Которых Есть У нас На Выбор Но Как бы Одно Лучше В одной Ситуации Другое Лучше В другой То есть Против Например Моделей Скажем С 8 Тофной Естественно Будет Лучше Хелберт Потому что Он будет На 5 Плюс Мудить Но Скажем Против Моделей С 6 Тофной Они Будут Равнозначены Против Пятой Опять же Хелберт Лучше Но Против Например Третий Тоже Хелберта Ну То есть Но Опять же Лучше Пробивать Но Лучше Плюс Одна Атака И Как бы По статистике Вообще На самом деле Вы будете Выходить Вот Привязательно Одно И то же Поэтому Если Вам лень Прям Считать На кого Будете Напарываться Или Что Вам Лучше Взять В какой То Ситуации Можете На самом деле Просто В отрядах Миксовать 50 на 50 И Соответственно Вы видите С каким Противником Вы Сражаетесь Если Вы Сражаетесь Словно С Олл Тех Армией Какой Нибудь То Например Игрешников То Вы Такие Берете И Убираете За Потери С Вот А так И так И так На 5 Плюс Вот То 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 Вы Отходя Исходя Из того Какой У вас Противник Вы Соответственно Можете Выкидывать Ненужный Вам Из Отряда Пацанов Плюс Не забывайте Что Почему Еще Фальшоуны Хороши Потому Что У нас Есть Хаммерхенд На Будущее Потом К Перейдем Хотя Естественно Хелверт Это Выигрывает Вот Ну В целом Да и Два Оружия Которые Просто То Или То Берите Что Что Вам Больше Нравится Мечки Или Палки Выглядит По-моему Теретье Прикольно Дальше Переходим Стрелковому Оружию Которое Могут Дать Тоже На Наш Спешие Модели Это Инцинератор Псайкенон И Псайленсер Инцинератор Ну Как бы Он Лучше Чем Большинство Обнеметов По Понятная Причина Потому Что У него Плюс Один Ой У него Шестая Сила И Минус Один Сейву Но В целом Это Все Тот Ж Самый Отнемет В Нынешних Реалиях Отнемет Д6 Выстрелов Которые Вы По Тактичке Кинули Три Пробили Два Откинули От Одного Сейв И Вы Такой Чет Как Так Себе Еще Ковер Да Ну Да Причем Опять же Не игнорит Ковер Конечно Минус Один Хотя Бо Имеет Ну Такое Себе Вооружение А Псай Сейвенцер Псай Кэнон В принципе Как бы Только Между ними Скорее Надо Сейчас Выбирать И то Я бы Сказал Что Псай Сейвенцер Получше Будет Почему Псай Кэнон Псай Денис Денис Псай Кэнон Это же Автопушка И Денис Такое Говно Не берем Вообще Ну Короче Это Четыре Выстрела 7-1 С одним Дамагом Ну По сути Та же Автопушка Но Как бы Больше Выстрелов Четыре Но Рейндж 24 Не 48 Далеко Против Псай Ленсера Который Шесть Выстрелов Четвертой Силой Без Конечно Ренда Но До Да И Как бы Ну Такое Получается Как бы Автопушкой Конечно Да Например Какую-то Технику Мы пробьем Получше Она Кинет Чуть Чуть Хуже Сейв На Единичку Но И Вреда Она Получает Один Ну То есть Представьте Вы Стреляете В ринку Вы Пробиваете На 4 Плюс Если Вы Все Выстрелы Попали Пробили Вы Два Выстрела Она Не Откинула Один Четверцы Один Дамаг Вы Пронесли При Этому Псайленсер Если Вы Предположим Опять же Попали Все Шесть Выстрелов Пробили Вы Из них Два Из них Один Она Не Отсейвила Опять же По статистике И Это Уже До Три Дамага Ну Вот Как бы И Все Ну То есть Раньше Псай Кэнон Чем Хороший Был Чем Что У Него Был Ну На То есть Пробивал Плюс Как бы Если Стоял Больше Выстрелов Был А в Пятерке Он К тому же Как И Сейчас В Восьмерке Ты Мог Поставить Вперед Дотягиваться Но Потери Убирать Сзади Но Как Видите Теперь Немножко Подкосила Седьмая Сила На Таблице Пробиваний Плюс У нас Не забываем Что По базе У всех Пацанов Есть Штонболтер А Естественно Это Оружие Заменяет Его И Штонболтер Не такое Плохое Оружие Да Он Хорош За Два Очка А тут Нам Надо И Доплатить И Непонятно Зачем Если Вам Нравится Псайкен Берите Псайкен Развлекайтесь Так же Как И Инцегенераторы Можно Зачем Брать В общем Это Раньше Было Знаковое Оружие А Теперь Ну Просто Такое Оружие Да Дальше Мы Переходим Значит К Уже Правилам Введенным В Книженце Новый Собственно Как И Умаров Как И Ухсм В чем Суть Мы Можем Набирать Детачмент Из Одних Серых Рыцарей И Получать От этого Бонусы Получаем Мы Догадать Сколько Бонусов Два Ты Паспорту Сколько Нас Ключили Нам Нужен Карлика Вот Первый Бонус Который Вы Такие Бразерхуд Обсайкер Такой Что Это Такой А тут Такой Хренак Плюс Один Каст Всем Псайкерам А у нас Все Пластические Псайкеры Да У нас Ландрейдер Решил взять Вот Он Не Псайкер И Такой Воу Воу Ни Хрена Себе И Собственно Ну Офигительный То есть Это На уровне Аримана Все Кастят Да Каждый Тут Второй Ариман Точнее Каждый Первый Кроме Лундакада Вот Второй Бонус Называется Найтс Оф Титан Ну Догадайте С трех Раз Что Это Раз Два Три Правильно Это Просто Objective Secured Вот Именно Ну Да Все Как У Маров Как У ХСМ Что Очевидно Будет Потом У всех Вся Трупса У нас Получает Обсек Дальше Новиночки Наши Варлорд Триты И тут Значит Шесть Варлорд Тритов Четыре Из них Привязаны У нас К персонажам Значит Идем По Всем Первый Демон Слэйр Ты Думаешь Что Это Наверное Что Крутое Демоны Минус Один С Получают Ну Конечно Нет Если Вы Играете Предположим Против Тебя Точнее Играет Толп Толп Демонов Конечно Может Быть Неплохо Но Опять Если Это Не Берем Потому Что Будут Они Кидать С Четвертые Или Пятые Ну Слушай У Серых Рыцарей Сюда Был Закос Ну Да Понятное Дело Но Как Б Такой Варлорд Трейд Учитывая Что Какие Там Есть И Догадайтесь Трех Раз Кто У нас Больше Варлорд Трейд Это Я Даже Не знаю Как Назвать Что Типа Крутое ФЧ Дает Нам Плюс Один Тунт На Бросках Если Вы Почаржили Цель Ну Как Бы Не Самый Плохой Варлорд Трейд Они Все Таки Догадались Что Они Силы Немножко Напортачили С новой Таблицы Пробивания Потому Что Типа Движение Реально Пятая Сила И Семьая Сила Ладно И Тоже Теперь Они Вот Так Прописаны Ну Плюс Один К Если Это Был Плюс Одна К Ох Самый Крутой Парень На Деревне С Лучшим Мечом Ну Ладно О нем Потом Дальше Третий Варлорд Трейд Как Б В шести От себя Автоматический Проход Морали Наверное Самый Дебильный Варлорд Трейд Потому Что Блин Как У нас У всех Высокий Ледак У нас Не то Чтобы Много Моделей Используется Очень Редко То есть При Как Тактиках Даже Можно Десять Моделей В отряде Увидеть Не то Что Там Больше Этого При Том Что Как В среднем У нас Пять Моделей В отряде А то И меньше Полезно Это Ну Такое Себе Если Нет Если Комба И против Вас Вышли Ночники Которые Естественно Будут Резать Там Ледак И Это Прям Будут Паладины Будут Страдать От Этого Это Конечно Топ Лучший Варлорд Но В целом Нет Он Вообще Самый Бесполезный Наверное Четвертый И тут Такой Ты Смотришь И В шести От Варлорда Рерол Чержа О О О А догадайтесь Что Любят Наши Делать Все Серые Рыцари Чаржить Кого-то Обязательно Надо Кого-то Чаржить Обычно Мы Еще Чаржим Из Дип Страйка Соответственно Рерол Чержа Нам Офигеть Как Нужен И Самое Забавное Догадайся Является Ли Это Чьим Нибудь Трайтон Нет Естественно Никто Не любит Раздавать Это Причина Почему Мы Скорее Даже Вынуждены Брать Каких-то Неименных Кассонажей И Делать Именно Их Делать Варлордами Потому Что Ну Блин Это Очень Важно Для Нас Дальше Немезис Лорд Называется Так Ух Добавить Плюс Один К Демеджу Оружия Варлорду Причем Если Это Релик То Нельзя Состакать Это Никак Ну Типа Можно То есть Например Денис Такой Берет Кому Нибудь Например Берешь Дреднайта Да В Этого Значит Даешь Ему Меч И Ты Бьешь Этим Мечом Кидаешь Единицу И Шикарно Ну То есть Но В целом Опять же Просто Не то Чтобы Плохой Варлор Трейд Но В сочетании Точнее В сравнении С предыдущим Как бы Естественно Он вообще Ну Типа Че И Последний Шестой Варлор Трейд Это Лормастер Дает Плюс Ну По сути Нам просто Одну силу Из Санктика Знает Не кастит Знает Просто Варлорд Это Варлор Трейд Вольдуса Что Ожидаемо Так же Он раньше И умел Ну В принципе Тоже Неплохой Варлорд Трейд Опять же Но Не выдерживает Сравнения С четвертым С реролом Чержа Но Наверное Один из Самых Таких Приятных Потому Что Четыре У вас Вольду Знает Четыре Псикосилы Какой-нибудь Грандмастер Знает Три Че Круто Да Дальше Стратагемки 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 Значит Тактика Флексибилити По сути Если вы Такой Супер Гений Стратаг Набираете Себя Отряд Из Десяти Пацанов А потом Ты смотришь А против тебя Играют Ноченики И ты такой Ха Хрен тебе Значит Врыло На Я делю Свой отряд Из десяти Пацанов На два Ну Короче Мы с Сентаром Не смогли Придумать А ты Сразу Нашелся Вот Видишь Как бы Надо Сразу Думать Придумывать Все Вот А так В целом Ну Так Очень странно У вас должно быть Десять Человеков Именно То есть Понесли Потери Уже Не можете Разделиться А чем Почему Ну Фиг Его Знает Может Они Натестились Как Нужна Сочная Стратегия Потому Что Я бы Так Играл А мы Пока Отсюда Не Единственное В чем Я вижу Смысл В том Что Ты Сохраняешь Эти Как Деплой Чойсы То есть Один Деплой Чойс Если Зачем То Тебе Это Надо Не Знаю Следующая Стратегия Как True Silver Armor Если Короче Можете Мандиться С кем Чтобы Не Могли Применять Его Если У них Покрашенный Серый Рыцарь Не Серебряный Цвет Значит Что Нам Дает Если Техника Ловит Морталку Вы Кидаете За Эту Морталку Д6 Соответственно На 5 Плюс Вы Ее Игнорите То И И На Дальнейшей Морталке На ход Вы Получаете Соответственно 5 Плюс ФНП Ну Может Пригодится На самом Деле За счет По сути Одного Нашего Нового Юнита Можно Применять Соответственно Догадайтесь С кем Грандмастером В люльке Следующее Это Only In Death Dua Duty End Это Прямо Знаешь Такой Типа Ох Можно я умру А такой Император И ему Такой Нет Подерись Еще Ну Ладно Если Убили Вашего Персонажа Вы Можете Еще Раз Его Выбрать И Пострелять Или Подраться Ну В принципе За один Команд Пойнт Особенно Учитывая Что Это Например Какой Нибудь Драйга Кажется Самый Ключевой Момент Это Именно Character Поэтому У нас Есть Крутые Character Другой Момент То Что Например На Применять Его Например На Грандмастере В люльке Странная Тема Потому Что Получается На момент Смерти Мы Пикаем Его А какой Профиль Я его Должен Использовать Деграданский Или Полный По идее Он уже Труп Как бы Да Написано Все Модул Слэйн Как бы Вот И Может Потому Потому Что Дот Мы Убрали Со Стола Поэтому Деграданский Профиль Поэтому Возможно И не Стоит Им Его Активировать Короче Опять же Факт Нужен Да Все Стоит Лучше Прописать Именно Уточнить А так Ну Какой Драйго Вмажет Еще Пять Своих Атак Это Нехило Что Несколько Странно Абсолютно С таким Же Названием Стратегем У Спейсмаринов Стоит Два Команд Поинта А здесь Один То есть У Спейсмаринов Не так Важно Перехватывать Либо Умирать Ну то есть Смысл Этой стратегии Мы в том Что ты Спейсмарин Любит умирать Да Сэкономить Одно Очко Ты думаешь Такой Типа Надо успеть Этими Подраться Потому Что Он умрет Им Подраться Он умрет И Трачишь Два Очка Здесь Нет Ты Умрет Потрачу Очко И Вдарю Ну Спейсмарин Обязательно Так Два И так Два То есть Серый Топчик С чего Не очень Понятно Дальше Мы видим Так Своровали Умаров Теперь Догадайтесь Кого Мы воруем Естественно Ухсм Мне нравится Вот У них Гордость И так Корни Ты Прямо За Три Команд Поинта Активируем Еще раз Юнит ФТХ Ну Мы Уже Оржай Надо Этим Не будем В очередной Раз Просто Смешно Просто Они Корнито Вис Дум Оф Эншент За Один Команд Поинт Дредак Начинает Вокруг Себя Раздавать Шести Рерол Единиц Ну Бывает Такое Потому Что Ну Как Вдруг Вот Как Рассказывал Энтард Ты куда-то Ушел С вами Всеми Героями А Ублюдки Остались Рядом С древним Он Начинает Байки Троить Свои времена Ооо Что вы тут Делать Сраные Детишки Прочь С моего Газона Дальше Телепортариум Прикольная Стратегема Позволяет Нам Увести Дреднайта Или Инфантери Скват В Резерв И уронить Дипстрайком В чем Странность Применения На Дреднайте Потому что Телепорт На Дреднайта Стоит 10 очков То есть Сэкономить 10 очков За команд Поинт Ну Такой себе Прикол При том Что Вот Инфантери Уже Можно Применять Потому что У нас Как бы Не у всех Есть все-таки Дипстрайк Пацаны В 3 плюс У нас есть Которые Не могут Падать Замжи Буквально Два Чойс Каких Пурифайер Пургейшн Почти Все Что В 3 плюс У нас Не может Стратег Скват Так что Прикольно Это Можно Применять Уже На Дипломент Единственное Ну Потом Об этом Уже Поговорим То что Думайте Сколько У вас Юнитов Вообще А то Может Не все В Дипстрайк Уйдут Ментал Фокус За 1 Команд Пойнт Скастить Еще 1 Спел Ну Такой Наверное Можно Применять На самом деле Только На какие-то Маленькие Форматы Наверное Потому что На больших Форматах У вас Скорее всего Будет Достаточно Псайкеров Что Прокастить Все спелы А как бы Смайт С одного С кастера Все равно Нельзя Скастить Дважды И Ну Ладно На маленький Средний Формат Это можно Применить Но На большой Особенно Огромный То Точно Нет Телепортейшн Буст Это как раз Для наших Джампакеров Потому что На будущее У них есть Обилка Которая Позволяет Им Выскочить И упасть Где-то Один раз За игру А Собственная Стратегенка Позволяет Нам сделать Это Еще раз Даже Если мы Уже Скакануть По полю В принципе Читая Что Например Гейт Мы можем Скастить Только Один Дальше Психик Ченнелинг За один Варпчарж При касте С пыла Мы Используем Кастим Его на Трех Кубах А не на Двух И выбираем Два Наибольших Это Прямо К одному С пылу Специально Сделано Потом Дойдем До чего Ну И вообще Если Конечно Если вы Хотите Гарантированно Что-то Скастить У нас И так Есть Плюс Один Касту А это Еще И Позволяет Нам Еще Надежней Что-то Скастить Конечно Кое-кто Может Три Единицы И такой Ой Я не Скастил Все равно Следующая Стратагемка За два Команд Пойнта Это Наверное Больше Денису Понравится Дэйджис Позволяет Нам В случае Если Кто-то Скастил Спел Враг И мы Хотим Его Поденайть У нас Есть Кем Поденайть Мы Можем Использовать Эту Стратагемку И Денайм Мы На Трех Кубах С Выбором Двух Наибольших Вот Что ты Считаешь Это Лучше Чем За Один Команд Пойнт Но На 4 Плюс А Это За Два Команд Пойнта Так Сложно Посчитать Что Это Даст Ладно Скажу На самом деле Это Будет На 4 Плюс Поденайть Можно Тяжелый Спел Который Скачен На 12 А этим Можно Что-то Среднее Скачен На 8 Например Прокачен Какой-нибудь Крутой Спел Вы Можете Денайть Следующая Стратагемка Вообще Вы такие Типа Смотрите Что За 2 Команд Пойнта Плюс 1 Энвуль Охренеть Не встать Драйга Бегает Во втором Энвуле Всякие Грандмастеры Бегают В третьем А если У вас Грандмастер С посохом Зашел в ХТХ То у него Становится Тоже Второй Энвуль И как бы Ну если Предположим У противника Нет какой-то Супер Раздачи Морталок То убить Какого-нибудь Драйга Становится Вообще Прочти нереально Потому что Не забываем Что у нас Второй Энвуль А при этом Как бы У вас Еще Вы можете Приролить Единичку Догадайтесь За что За другой Команд Пойнт И Ну на самом деле Какой-то Ретард То он Не будет Просто Вообще Не реагировать На этого Персонажа Потому что Ну да И грубо говоря Вот в этом ходу Вот этого парня Не трогай Да Вопросов нет Все Два Команд Пойнта Если наберем Много Команд Пойнтов Можно На всю Игру Команд Сидеть Бессмертным Такой Бегается Ну в принципе Так надо Знать В начале Хода Конкретно Кем Ты будешь Танч Но это Как бы Плюс Опять же Кто-то у тебя Чаржит из Дипстрайка Собирает Овервотч На себя То есть Все Все с этим Связано Короче Офигенная Стратагема Которая Будет Чаще всего Использоваться Armory of Titan Собственно То же самое Что у всех Это просто Позволяет Нам взять За один Команд Пойнт Еще одну Релику Или за три Да Две Факи На всякий случай Поправили То что Один раз Можно Использовать Нельзя себе По единичке Набирать Кучу этих Реликов Дальше Orbital Bombardment Ну То же самое Что у Маров Просто Орбитальная Бомбардировка Дальше Psychic Anslot За Два Команд Пойнта Все Наше Как сказать Пси Оружие Стрелковое Получает Плюс один К силе И плюс Один К ренду На выбранном Юнити За два Команд Пойнта Вот это Не знаю На самом деле Стоит ли ее Использовать Эту стратагему Потому что По сути У нас Только Один юнит Может этим Воспользоваться В полной Мере Догадайтесь Трех раз Кто Правильно Я не помню Их название В общем Единственные Ребята Которые могут Взять Четыре Спешла Все остальные У нас В лучшем Случае Берут Два На десятку И Как бы Тратить Два Команд Пойнта Да Конечно Например В случае С С С С Ленсером Это будет Двенадцать Выстрелов С двух Но Стоит оно Того Ну Не знаю Не очень Как по мне Прогрешен Склад Это Тебя Кто Не помнил Да Вот Пять Мацанов Четыре Чего Нибудь Вот Разве Что Только На них Но Тоже Это Не самый У нас На самом деле Лучший Отряд Вообще В кодексе А у них Есть Это Через Стенку Стрелять Каст Но Не забывая Рейндж 24 Самое Что Главное И Это Еще Хэви Оружие То есть Стрелять Мы Будем Хуже Ну И Конечно На ком Это Можно Использовать Опять На Нашем Чудесном Новом Люлька Грандмастере Потому Что Как бы На нем Может Висеть Две Пушки А Как бы Не забываем Что У него Баллистик Лучше Чем У этих Пацанов И Например Один Гатлинг С Как бы И Это Может На Это Можно Использовать Если Обвешили Его Всем Чем Что Важно Надо Вам Что Загасить И Где Будет Пятая Сила Именно Ролять То Да Можно Использовать А Дальше Псиболт Амунишн Раньше Были Псиболты А теперь Это Стало Стратагем И Все Превращается Ну Они Хотя Б Возвращаются Их Вообще Не Было Ну Да Хотя Б Как Вернулись Обидно Было Так Сервит А где Наши Псиболты А такие Бегают Эти Всякие Грязная Инквизиция Там Такая У нас Есть Уроды Сохранили Где-то Теперь Есть По сути Та же Самая Стратагема Только Работает На Наши Болтеры У нас Сразу Вспоминаем Что Есть У всех У нас Есть Шторм Болтера И Вот Это Можно Уже Будет Использовать Охренеть Как Например 10 Пацанов Триплюс Которые Не такие Дорогие Уводим Их Например Той Стратагемкой В резерв Они Падают Дипстрайк В 9 От противника В рейпид файре Это 40 Выстрелов И неожиданно Из 40 Выстрелов Из болтеров Превращается В 40 Выстрелов Из хэви Болтеров Отлично Очень Крутая Стратагема Ну Если Так Использовать На Больших Отрядах Естественно Всекает И так И так Уже Наши Штормболтеры И так Всех Бесят Потому что У нас Все таки Очень много Выстрелов Тут Прям Становится Охренеть Как круто Все Дальше Нас Это Файнест Ауэр За 2 Команд Пойнта По моему Что то такое же У Маров Есть Позволяет Вам увеличить Рейндж В 2 раза Всех Обилок Ну То есть В основном У нас Все обилки Действуют на 6 Соответственно 12 Одному Чаректору Такое Редко Может быть И пригодится 2 команд Пойнта Стоя Но не 2 команд Пойнта Это можно Было бы Использовать И начале Хода Да То есть Вы должны Точно Знать Это Прям Должно Сложиться Идеально Что вы Не растратили Все Стратагемы Вы Там Все Рассосались По полю Боя И Ты Знаешь Что Я Рерол Денис Тебе Или Полный Рерол Это Очень Нужен В этот Момент Ну Или Если Конечно Альфа Страйком Безумным Вы падаете У вас Падает Например Тот же Драйго И Не можете Всех Поставить Ему 6 Дюймов Ради Полных Реролов И Тогда Можно Использовать Ну Да Это Как бы Позволяет Не закладываться Вот он Дочаржит Сможет Раздавать Не сможет Раздавать Просто Ха И Есть Да Но Два Команд Пойнта Надо Чтобы Или В запасе Было Или Вам Вообще Не жалко И Переходим К реликам Чудесным Восхитительным Релики У нас Точно Так же Как у Всех Если Релик Является Каким-то Оружием Он Соответствующее Оружие Должен Заменять Если И у Модели Она должна Быть Если Нет То Соответственно Просто Берется И Первый Релик Fury Of Deimos По Сути Выдать Heavy Bolter Персонажу Потому Что Вместо Штормболтера Мы Получаем Штормболтер Уже С рейнжом Аш-30 Он Рэпидфайр Три То есть Соответственно С рэпиды А это 15 Уже Шесть Вестерал Пятая Сила Минус Один Рэн Прикольно Просто Просто Хэйвэйболтер На плечо Даже Два Хэйвэйболтера С рэпиды Неплохо На персонажах Вчера У нас У всех В основном Крутых Персонажей Баллистик Там Второй Классно Дестройер Оф Короче Прямо Как написали Говорят Молоток Молоток Просто Который Вносит Четыре Дамага И это Наверное Какой-то Странный Артефакт Потому что Он имеет Так же Штраф На попадание При этом Как бы Он Просто Добавляет Один К дамагу Молоток И так Вносит Три Это В принципе Уже Неплохо Да Как бы Чисто В вакууме Конечно Да Хорошо Молоток Ночит Четыре Дамага Но Как бы В сравнении С другими Артефактами И в чем То Что мы Не можем Взять Все артефакты Ну Такой Себе В общем Полезности Вон Баннер Оф Рефилин Рефилин Флейм Тоже На самом деле Такой Себе Артефакт Потому что Он дается Нашим Только Знаменосцам Заменяя Их Точнее Давая им Баннер В чем Суть В том Что у нас Меняется Наше правило Райт Оф Банишмент Оно Начинает Значит Работать Вообще В 6 дюймах Но При этом Всегда Вносит Д6 Морталок Вроде Как бы И круто Потому что Д6 Морталок Ну Офигенно Конечно Да Кастить Тем более Не забывайте Всегда Но В 6 дюймах То есть Это вам Надо Прямо Закладываться Что Эта модель Упадет Что Она Дочаржится Следующий ход К ней Кто-то Останется В радиусе Ну Скажем Ему Ватам Чтобы дойти Скастить Ну Тоже Опять же В сравнении С тем Что нам Надо выбирать Как бы Какие артефакты Брать Мы не можем Взять Все Артефакты Такой Ну В принципе Возможно Это мастера Какие-то Можно построить Потому что У нас Есть еще Персонажи Которые Чуть меняют Там Как бы Обилки Смайта Так сказать Так что Ну Можно Возможно Ну То есть Я бы сказал Что Это Эншин Какой-нибудь Паладин Эншин Да Со знаменем Который Не на ход Когда все Остальные Выпадают Падает А ты Выпал Там Что-то Какая-то Заворожка Идет А потом Такого Ставишь С кем Единственное Можно Это попытаться Скамбить Это Со штерном Который Удваивает Ранжи Смайтов Соответственно Ну Как бы Вроде Ничего Не прописано Что Нельзя Увеличить Ранж Смайта Соответственно С 12 Он Привой Ой С 6 Он Приватится В 12 И с Дипстрайка Мы уже Достаем И это Уже Может быть Будет Неплохо Тут Скорее Вот Тогда Уже Начинается Вопрос Брать Ли Нам Стоит Штерна И Стоит Ли Нам Брать Еще И Артефакт Этот Ну Вот Вот Такая Комба Используйте Я Не знаю Как Дальше Сол Глейф По Сути Это Очень Крутой Крутая Глефа Которая Вообще То Как Б Алебарда Но Не важно Придираться Названием Не будем Вообще Это Хелберт Чем Он Круче Обычного Тем Что Рен Становится Третьим То То Есть Уже Меча И Получаем Шред То То Рерол Ту Вунд Полный Достаточно Круто Потому Что Нарезать Так Учитывая Какой У нас Опять Ж Какой Нибудь Например Как Плюс Рерол Попадает Там Три Плюс Рерол Пробивает Ну Круто Причем Третий Рент Это Уже Почти Наверное Максимальный Почти Что Всегда Который Нам Нужен Потому Что Обычно Вы В инвули Раньше Уткнетесь Чем Снизите Настолько Армор Кому То Следующий Артефакт Вот Уж Кто Кто Тут Бесполезен Это Он Домино Либер Демоника Который Превратился В Харен знает Что Потому Что В шести От Вашего Варлорда Демоны Получают Минус Один Кледоку Курус Оф Сакрфайс Дает Модели Пятый ФНП Офигенный Артефакт Единственный Минус То Что Это Только Инфантери То Нельзя Опять же Нам Дать Нашему Новому Дреднайту Но В принципе Какому Грандмастеру Если у вас Есть Грандмастер Пеший А что Б и нет Тем более Не только Грандмастеру Кому Угодно Можно Дать Пятый ФНП У нас Сейчас Не Бесполезная Способность Ого В принципе Один из Топовых Артефактов Здесь Потому Что Остальные Ну Так Я бы Сказал От Случая К Случай Использовать Можно То Есть Например Артефакт Бесполезен Я бы Сказал Таких Два Один Спорный И два Ну И можно Иногда Использовать Скажем Так Главная Опять Та же Проблема Стоит То Что Мы Можем Взять По сути Бесплатно Один А в лучшем Случай Только Три Артефакта И Три Я бы Не Рекоменд Брать Трай Три К К К К К К Это Такой Прикол В лучшем Случае Берите Два Артефакта Скорее Стоит Фейн П И Например Болтер Или Глефа Будет И Переходим К Санктик Дисциплине Разросшись Наконец До Полной Школы Замет У нас Полной Школы Все Шесть Костов Стали Нет Теперь Пурш Соул Который Был У нас На Сарте Собственно Сложность Пять Рейндж Двенадцать Кастим В Юнит И Дальше По сути Меряемся Ледаком Плюс Д6 Если Не Превысили То Ничего Не Происходит Превысили Юнит Ловит Морталки В соответствии Какая у вас Разница Раньше Некоторые Любили Например Брать Грандмастера Давать ему Как раз Плюс Один Ледак Чтобы Хоть какой-то У него Смысл Был Трейда И 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 Сейчас У нас Есть Трейд Один Трейд Получше Гораздо И Каст Но В принципе Можно И И Против Кого Бичей С Низким Ледаком Уж Точно Дальше Gate Of Infinity Тоже Был У нас Сразу На Старте Ну Вы Просто В 12 Выбираете Юнит И Гейт Уйти Его То есть Он Выскакивает Где бы Он Не Находился И Уроняйте В Девяти От Противника При Шестой Сложности Учитывая Что Уменьшаете Сложность Всего На Один То есть Пять Ну Достаточно Легко Каститься Спел Очень Полезный Ну И Все Противники Помните Что Это Считается Выходом Как Reinforcements Они В общем Против Них Все Правила Там Например У Некоторых Есть Overwatch Да Какой Перехват Типа Это Все Будет Работ Но И Минусов Нет Например Таких Как Выдернули Его И Опять Можете Тот же Юнит Чаржать Просто При этом Постреляв Дальше Третий Спел Тоже Который Был На Старте Hammerhand Тоже В 12 Тоже Шестая Сложность Плюс Один Туунт На Юнит Ммм Видите Как Плюс Два Ксили Превратилась В Плюс Один Туунт Да Ну В принципе Это Наверное Лучше Чем Было Плюс Два Ксили Потому Что В свое Время Одно И то же Было Практически А сейчас Как Да Все Так Когда Тебе Именно Модификается Бросочек Это Всегда Плюс Да Так Что Очень Классная Штука Потому Что Ну Даже Те Наши Сраные Фальшионы Будут Неожиданно Здания На 5 Плюс Какие Небудь Даже Ковырять Найтов Каких Небудь В общем Hammerhead Цена Скастин На Большой Отряд А Раньше Ты Какой Отряд Дев Стар У тебя Такой А Сейчас Поковыряем За бассейскую Френивас И Переходим К новым Сплам Добавленным В этой Книжке И Сразу Первый Сразу В лоб Это Sanctuary Тоже Шестая Сложность Тоже 12 Рейндж Неожиданно Как-то У них Все Одинаково Догадайтесь Трех Раз Что Делает Правильно Плюс Один Конволюн Факе Его Сразу Первого Дня Его Сразу Ограничили Не Больше 3 Плюс Плюс Что Конечно Отменяет Некоторые Комбы Типа Нельзя Драйга За счет Него Сделать 2 Плюс Плюс Нельзя Сделать Чувака Например Споском Стоящим В КТХ За счет Него 2 Плюс Плюс Но Тем Не Менее Как-бы Это Остается Каст Который Например Скастили На Паладинов И те В Четвертом Урвуле Такие Стоят Добрый Вечер Короче Вечер Полезная Ну И если Конечно У Юнита Нет Он Получает Пятый Скорее Все Вы Не Так Будете Это Использовать Пятый Астрал Эйм Все Воруют Других Короче Пятая Сложность 18 Рейндж Правда Неожиданно Позволяет Нам Стрелять В Нелос И Получаем Игнор Ковра Ну Тут Скорее Этот Карт Стоит Использовать Для того Чтобы Именно Получить Игнор Ковра А не Игнор Лос Потому Что У нас 24 Рейндж В целом В основном Большинство Юнитов Изредка Мы можем Взять Что-то С большим Рейнджом И то Например Какой-нибудь Игнор Лос В такой Ситуации Ну Прям Иногда Можно Добыть Что Кто-то Четко 24 Дюйма Какой-нибудь Лос Блок Огромный Стоит Вы Не Видите Но Обычно Просто Это Будет Кто-то В рынке Сидеть И Не Давать Плюс К Армору Ну Да Сейчас Как-то Вся Армия ТХ Стрелять Особо Не Собираются Ну Можно Скастить Сам На себя Может Скастить Дреднайт В люльке Дреднайт В люльке Это что-то Новое Это Подвешен Терминатор Видимо Терминатор К найду Ещё Вот И Последний Спел Вортекс Оф Дум Естественно Вортекса И Десилы Теперь у нас Нет Что это Теперь Такое Сложность Восьмая Сложно Кастится В Двенадцати И Мы Выбираем Модель И В трёх Дюймах Модель Это Получает До три Морталок Если мы Скастили И в трёх Дюймах От неё Все Получают Тоже До три Морталок А вот Если мы Скастили На 12 Или больше Получаем Д6 То есть Вот Для чего Идеально Создана Стратагемка Позволяющая Кастить На трёх Кубах С выбором Наибольшего Чтобы Большего Шанс Скинуть 12 Или 11 Нам тоже Этого Хватит В принципе Потому что Это будет Считаться 12 Потому что У нас Плюс 1 Конечно Не так Легко Это Прокастить В целом Это Восьмой Всё-таки Плюс Нам Цель У нас Естественно 11 12 Кинуть Но Против Некоторых Ростеров Это может Просто Сыграть Кошмаром И полный Сотворить Если человек Не задумался О том Что вы можете Это скастить Потому что Например Ну Условно Представляйте Состоящий Какой-нибудь Бейнблейд А Добрый Егэшник Поставил Вокруг него Всех Черектор Загородился Скрином И давай Во всех своих Черекторов Получаешь Д6 Морталок Вперед Или Например Парковка Любая Просто Вот Стоит Желеман И вы такой Желеман Раз А потом Раз И во всех Вокруг Еще Вокруг Него Потому что Там Близко Все-таки Будет Состоять То есть Вот Как раз Стенд И шут Ростеры Которые Такие Сильно Скучкованные Будут От этого Просто Страдать Вот При том Что И от Денайт Соответственно Это будет Не так Уже Просто Потому что Если вы Скастили На 12 То По сути У вас Надежда Только На всякие Стратагемы Типа Какого-нибудь Вот Типа На 4 Плюс Поденайти Плюс 2 От меня Вот И на этом У нас Заканчиваются Собственно С пылы И Собственно Все спецправила Новые Старые Которые Были Добавлены И Мы Переходим К юнитам И Первый Сразу Юнит Догадайтесь Трех Раз Кто Конечно Старый Дед Драйга Перед Чем приступить К его Правилам Я хочу Обратить Внимание На картинку На которой Он Невероятно Изображен В новой Книжке На которой Он Как бы Такой Свою Казующей Позой Показывает Вперед Ребята А кто За ним Стоят Корняцкие Демоны И Один Из них Такой Чего Драйга Не Слышу Кричи Громче Варп Плохо Ловит Вот Теперь Мы знаем Кто Бегает Драйга Вместе Демоны В одиночку Он там Ничего Не Сделает У него Варбанда Уже Давно Из Демон Варповая Пыль Нанюхался Бюджеты Все Уже Попилены И Все Нормально Ну И Приходим К правилам Драйга Кто У нас Драйга Драйга У нас Чаптер Мастер Соответственно Статлайн У него Он В термармор Соответственно Пятый Мув Второй ВС БС Сила Четвертая Товна Четвертая Вундов Семь Пять Атак Девятый Ледак Не Очень Смелый Не Такой На пол Шишечки Только Соответственно Главное Чем вооружен Драйга Обычным Штормболтером Ничего У него Нет Классного Но У него Есть его Меч Титана Плюс Четыре Сила Минус Четыре Три Охренеть Короче Это Один Из лучших Мечей В игре Потому Что Мы Хреначим Восьмой Силой Без Всяких Штрафов Четвертым Риндом Но Почти Всегда Будет Броня И три дамага Ничего Не накидывайте Держи Пацанчик Да Очень круто Дерется ФДХ Соответственно И Как бы Если То мало Естественно У Драйга Есть щит И Соответственно Третий Инвуль Единственный Вообще Во всем Кодексе Кто Может Зать Третий Инвуль Поэтому Он офигенно Танчит Как бы По понятным Причинам Используем У него Стратегему Плюс Один Конволю И он Бегает Во втором Инвулье Счастливый Себе Хоть и Старый При этом Как бы Он единственный Кто здесь Разведет Полный Рерол 2 Хит В 6 Игре На этом Также Он позволяет В 6 Игре На этом Против Демонов Реролит Дамаг На Все Оружие Как бы Ну там Просто Дамаг Ну у всех Все оружие Всех Д3 Соответственно Против Демонов Можно Реролить Ну и Соответственно У него Варп Эмерджинс Называется Он Не ходит В телепортаре Он просто Из варп Проявляется Пацаны Я тут Естественно Он Сайкер Да Сайкер Два заклинания Может Денай Раньше Драйга Был крут Тем Что он Знал Гейт Да И сейчас Может Знать Гейт Но Сейчас Гейт Знает Все И Как бы Сам По себе Драйга В чем Получается Как бы Вроде Он Классный Чувак То есть Он Дерется В ХТХ Охренительно Он Терпит Тоже Охренительно Он И Кастит Вроде бы И Раздает Полный Рол Но Он Дорогой Он Стоит 240 Ачей Напомню 240 Ачей Идеальное Сюда Сравнение Абаддон И Вот Как бы Получается Вроде бы У него Лучший Инвуль Чем Абаддона Конечно Он Не Ополовинивает Дамаг Но За счет Того Что У него Второй Инвуль Я Предпочел Второй Инвуль Можно Раскачать Чем Ополовинивать Дамаг В ХТХ То есть Он Хотя бы Наравнее С Абаддоном Может Навалять Потому Что У него Стабильный Дамаг У него Огромная Сила Все Круто Никаких Штрафов Но Как бы Он Например Абаддон Все таки Дает Еще Полный Игнор Морали Конечно Это Не всегда Может Пригодиться Но Может Пригодиться Плюс Он Дает Два Командпойнтов Все таки Что важно А он Не дает Командпойнтов И Вот Как бы Брать его Или нет Ну На маленький Формат Наверное И нет Потому Что Чересюру Дорог Кому же На маленьком Формате Сейчас Очень Хорошо Смотрится Именно Гардмастер В Дредной Те Прям Топовый Да А Драйга Но На большой Формат Естественно Ради полного Рерола Его только Можно Брать Ну В общем Это Чувак Который Имел Раньше Конкретно Специфичную Роль Поэтому Везде Собственно Был Сейчас Это у него Отняли И он Знаменит Собственно Тем Что Это Единственный Третий Инвуль И Хороший Меч Плюс Полный Рол Сами Думайте Нужно Вам Естественно В СБС Четверто Сила Топна Шесть Вундов Потому Что Термармоли Пять Атак Знает Два Спола В чем Отличие Вольдус Ну И Рерола Денис Естественно В шести От себя Гресс На Тухит Да Вольдус Делает Все Абсолютно То же Самое Только У Вольдуса Во-первых Есть Его чудесный Молоток Который По сути Тот же Молоток Но Без штрафа Постукать Да В целом Уже Круто И Он Знает Три с пола И Кастит Может Три с пола Соответственно Ну Как бы При прочих Равных Вольдус Классный Если Не Считать Опять же Варлорд Ретана Реролл Чержа И Артефактов То есть Например Грандмастер Обычно Можно дать ФНП А Вольдус Нельзя Но Если У вас Опять же Хватает Слотов Если У вас Уже Взять Классный Закачанный Грандмастер Вольдуса Вполне Можно взять Чтобы Кастить Чтобы Бить По башке Всех Молотом Почему Б и нет Прикольный Персонаж Ну да При том Что Спилов В принципе Хороших Много То и Треть Левел Как бы Мастере Хорош Дальше Наверное Дальше Идет У нас Грандмастер В Собственно В люльке Я думаю Его стоит По отдельности Не смысл Обозревать Мы Просто Скажем Про него А потом Так Чуть Скажем Про обычного Дреднайта Потому что По сути Это один И тот же Юнит Только улучшен Что значит У нас Грандмастер В Дреднайте У него Мув Деградирующий С 8 До 6 ВС 2 БС Деградирующий С 2 До 4 Сила 6 Это Фна 6 Вун 12 Атаки Деградирует С 5 До 3 9 Людак 2 Сей Ну То есть У него Больше Атак Больше БС Лучше БС Да Плюс У него У обычного Дреднайта 5 А у него 4 БС Обычный Дреднайт Знает 1 Каст А этот Знает 2 Каста И Как бы То есть Он Начинает Зацеливаться Потому что 12 Вун Начинает Деградирует Что тоже Неприятно Но Тем не менее Это Чувак Который Во втором Арморе В четвертом Инвале С 12 Ранами Который Телепортируется На стол Который Хорошо Стреляет Хорошо Дерется Ему Можно Дать Ролл Черджа Пацану И На Маленьких Форматах Это Уже Не так Важно Что он Выцеливается То есть Он Просто Упал Начал Нарезать Типа Целится Не Целится На Срать На Больших Форматах Да Он Становится Уязвим Там Уже Очень Плотный Огонь Может Быть Который Может Целенаправленно Снимает Поэтому На Больших Форматах Не знаю Точно На Маленьких Это Прям Топовое Виде Причем Получается Еще В чем Он Превосходствован Обычным Грандмастером У него Огромная Подставка Соответственно Радиус Всех Обилок Еще Больше Легче Всем Раздать Тот Самый Релл Кожан Да И Получается Как бы Сравнение Обычный Дреднайт И Этот Наверное Выигрывает По всем Параметрам Все-таки Разница В 60 Помочков У них Но При этом Как бы Он Во всем Лучше Он Защищен Он Хоть и Дороже Но Вы Можете На него Еще Скастить Санкчуари На него И он Будет В третьем Увелле Тоже Стоять Его Опять Будет Очень Сложно Убить Плюс Он Является Техникой Если Начнет Гасить Мортал Может Стартагему На него Броня Серебрист Он Так Ой Боже Не Извини Да Нормально Все Не Кидайте Его На Каких Немных Гиллимонов Или Прочих Они Укопают Дед Недед Недед Иди сюда На Тебе До свидос Ну Кстати Вы можете Укопать Гиллимонов При этом Как Вы Помните Что Это Чуть Лучше Получается У Нас HQ У Которого Тяжелая Пси Пушка Он Может Взять Два Два Вооружения Стрелковых И Как бы Получается Да Мы Скорее Все Или Гатлинг Псайленсер Или Хэви Псайкэнон Ну Конечно Естественно Мы Голосуем За Псайленсер Тут Ну Вот Здесь В случае Хэви Я бы Как бы Все Таки Поспорил Потому Что Второй Дамаг Ну Второй Дамаг А не Третий Но Как бы Шесть Выстрелов Против Двенадцати Седневно В два раза Он Значит Это Стрельба Единственное У него Есть Наверное Самый Наиболее Вероятно Применимый Огнемет Это Хэви Инцинератор Который Собственно В чем Отличается От обычного Инцинератора Потому что У него Дамага Два Что Уже Хорошо И У него Рейндж Двенадцатый Соответственно Можете После Дипстрайка Пожарить Вот Самый Большой Плюс Другое Дело Он Стоит Конских Денег И Как Суднеметный По-моему В ценах Всегда Смотрит Такой Хэви Флеймер Там Что-то Двадцать С чем-то Там А чей Да И Зачем Это Мне Я Так Ты Хотел Брать Тебе Тем Более Да Но Как Он Еще У нас Не Только Стреляет Он Еще И Дерется Соответственно Дерется По Базе У него Идут Его Кулаки Просто Сила 2 Х2 Дамаг Д3 Минус 3 Минус 3 Ну Минус 1 Нет Нет У него Нет Минус 1 Он Получает Если у него Пару Плюс 1 Атаку А Можно Заменить На Молоток И Меч И Честно Ну Молоток Такой Выбор Себе Потому Что Молоток Как раз Имеет Минус 1 То есть Мы Хуже Попадаем Молоток При Этому Х2 Минус 4 Конечно И Д6 Дамаг И Плюс Идеально Для тебя Нельзя Меньше 3 Кинуть Да Всегда То есть На На Класс Такой Нужно По-моему То есть Он Кидает Дамаг Д6 Но Все Что Меньше Трех Выпало Все равно Три Да Но Есть Только У Механику Такое Это Помните Были Ланцы Так Работали Чуть Какая Броня 14 Мне Не Посрать 12 Вот Это Прикольно Да То есть Дамаг У него Как-то Более Менее Ты Знаешь Что Между Этими Они Одного Д6 Но Как бы У нас Есть Меч Который Не Имеет Штрафа Который На Плюс 4 Минус 3 То есть Десятая Сила Домага Тоже Д6 Домага Но Без Конечно Вот Этого Типа Всегда 3 В общем Меч Топчик Ну И Можно Двумя Кулаками Ну Да Можно Двумя Кулаками Конечно Бить По лицу А так Мы Теряем Атаку Да Но И Меч Как бы Д6 Домага Просто Д3 Или Д6 Д3 Д3 Два Кулака Как бы Восьмой Нет Двенадцатой Силой Персонажи У нас Идут Костелян Кроу Персонаж Как всегда Остался С лучшим В истории Мечом Реликовым Который Что? Сила Юзер АП0 Домаг Один Ага Спасибо Лучший Теперь у него еще и описание Раньше у него было хотя бы описание Теперь и описание у него пропало Спасибо Собственно Что Из себя Представляет По сути Капитан Короче Ничего Никому он не дает Жадный Костелян Не реролов Ничего У него есть Его Собственные Обилки Первое Это Если Его Убили Он может Сразу Породиться Атаку Да Ну Короче У него встроенное Знамя Спейс Марина Да Другая Его обилка У него Как раз Нету Райдс оф Банишмент Собственно Поэтому У него Есть его собственная Билка У него Значит Рейндж У Смайта Вообще Третий Такой На полшишечки Такой Все бегают Такие Как бы И так Обрезанные Немножко Собственно Крой Увидели На третий У Он Плачет В углу Себя Поэтому Нерзда Как раз Никого Нерзда И Последняя Билка Костеляна Нашего Мастер Сворцман Прям Вообще Лучший В истории Позволяет Позволяет Ему Реролить Ту Хит И Ту Вунд Круто Если бы У него Было Нормальное Оружие И При этом Он В случае Если он Пронес Вунду Неоцебленную Соответственно То Тогда Он Может За это Сгенерировать Ещё Одну Атаку Но Опять же Они Новый Не генерят Старый В идеальном Мере Вы За него Можете Убить Например 10 Эгэшников Ура А если Его Убьют Эти Эгэшники В ответ То Вы Сможете Ещё Раз Им Отбиться И Убить Ещё Десять Пришёл 20 Эгэшников Не Стала И Костеляна Тоже Разменялись Ну Кастит Два Спыла Всё Проехали Достаточно Дупой Персонаж Дальше Капитан Штерн Значит Всё То же Самое Только Ну По Статлайну Только Он В Термарморе У нас Сидит Ну Атак 4 При этом Вооружён У нас Свардом Что Он Знает Значит Первая Бинка Штерна Это Стэнс Офейт Значит Вы Можете Приролить За него Один Фейл Вунд Соответственно Хит И Сейв Но Если Вы так Сделали То В следующем Ходу Противник Может Сделать То же Самое Ну Думайте Стоит Ли Вам Это Применять Потому Что Такой Возьмёт И Противник И На Штерн Это Уже Важно Уже Приролит А Вы Сраного Штерна Спасли Вот Но Что Делает Штерн Хоть Чем Комбиться Всей Армии Почему Потому Что Шести От Себя Он Раздает Увеличение В Два Раза Рэнджа Смайтов И Где То Здесь Бегает Кроу Очень Надо Штерн Штерн Не Уходи Пожалуйста Шесть Дюй Уже Неплохо С этим Можно Жить Да И Значит Сам Штерн Не Просто Так Кастит У него Тоже Нету Райдс Оф Банишмента Он Кастит Неожиданно У него Аж Зона Банишмента Он Кастит На 6 Но Не забываем Что Его Обилка Работает И Само Семя 12 Да Тоже Против Демонов Сюда 3 Но К тому же Все Демоны В 6 А Штерна Мортал Огребают Короче Он Так Нормально Среди Демонов Бежит Кастит Смайт Везде Мортал Как бы Не самый Плохой Персонаж Его Увеличение Длины Мортал Раздачи Полезно У нас Короткая Сдавалка И не то Чтобы он Дорогой Так что Если так По приколу Чисто Можно Его взять Серьезную Игру Не уверен Но Так Можно Дальше Брат Капитан Ну Собственно Капитан Марский Но Он Псайкер Как бы Все Больше У него Ничего Интересного Нет Ну То есть Соответственно У него Все Это Немезис Оружие Но Как бы Хрен знает Вообще Как его Зачем Он Здесь Нужен Потому Что Он Тоже Может Увеличивать Да Он Тоже Может Увеличивать Тоже Локус Есть Замечательный То есть Как бы Ну Если Если У вас Не хватает Денег На Штерна То Вы Можете Взять Брата Капитана Да Наверное Это Все Что Можно С ним Сделать А Кстати Вот Можно Про него Ничего Расскажем Псайкал Гранаты Раньше Псайкал Гранаты Если что Они есть Почти у всех У нас тут Раньше Псайкал Гранаты Были Достаточно У серых Рыцарей Прикольным Оружием Потому Что Во-первых Это были Дефенс Гранаты Против Псайкеров Во-вторых Это Гранаты Если На ком То Не лежала Инвиза Кил В них Гранаты Хитанул Юнит Перила Ловит Прикольно А Теперь Это Вообще Очень Странно Потому Что Это Д3 Выстрелов На 6 Дюймов При этом На Второй Силы При этом На Шестерку Тухит Вы Вешаете Морталку Псайкером И Демоном Я Лучше В Нормал Демедж То есть Рана От самой Гранаты Не идет Только Морталка А не Как Обычно И Я Лучше Со Штурмболтера Постреляю Чем Гранаты Кидаться Вот А так Ну вот Брат Капитан Вот Увеличение Длины Морталок Все Ну Короче Герой Который Тоже В доспехе Может Отставить Увеличение Смайта И Можно Оружие На него Поставить Он Так же На 2 Плюс Дерем Ну да Либор 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 Чуть Круче Обычного Собрата Из Марского Кодекса Но По сути Как Да Да Он Все Равно Остается То есть Как бы У него Получается Райт Овбанишмент И Он Идет Именно В Санктик Вот Больше Ну Че Про него Сказать Либор Есть Либор Тоже 5 Вундов 3 Атаки Ну Как бы Спилы Все Полезные Ну Не все Много Полезных Спилов Поэтому Вроде Как бы Хорошо Брать С другой Стороны Все Могут Их Кастовать И Брать Отдельного Чувака Который Может Это Кастить Скорее У вас Грандмастеры Будут Уступать В Каче Чуваков Который Будет Кастить А так Типа Он Дешевый Да Ну В Сбс У него 2 Плюс Тоже Хорошо Тоже Перенесли Юнит Из Морского Кодекса Который Можно Было Брать Сюда Именно С ним Правил Это Техмарин По сути Опять же Тот же Техмарин Только Он У нас Теперь Может Кастить Одну Психосилу Нужен Ли Он Нам Тут Ну Хрен Его Знает Разве Что Чтобы Грандмастеров Его Бегать За ним Чинить Он Все Так Тоже Техника Бегает Грандмастер Боже Мой Меня Отстрелила Рука И Он Такой Сейчас Я Все Починю С С С С С С Аппаратом Нет Не Не Надо Пожалуйста Меня Сломаю Я Починю Вот А так Техмарин Есть Техмарин Делает Пиу Пиу С Разных Оружий На себе Имеет Единственный Кто У нас Здесь Павер Топор Неожиданно Не дали ему Форсовый Не разрешили А можно Мне Хэл Нет Нельзя Ладно Ну и Проблем Наверное Главное То Что Его Как-то Возить Придет Что-то Он Термо Армор Не Может На Байк Он Не Может Соответственно Что-то Чтобы Поспевать Заграндмастер Ему Нужно Гитоваться Но Самая Странная Цель Для Гейта Которую Можно Использовать Хотя Точно Чтоб Бессмертный Был Этот Как Его У тебя То Он В 3 Плюс Плюс У тебя И так Находится А ты Его Еще И Починяешь Там Сзади А Этого Еще Не Выцелишь Вообще Идеальный План В целом Не знаю Нахрена Надо А Теперь Капеллан Неожиданно У серых Рыцарей Есть Капеллан Откуда Чего Зачем Капеллан Еще Ипсайкер Жесть Вот Это Прямо Один Чуть Еще И На Полшишечки Ларгар Какой-то Собственно Опять же Капеллан Всеми Вытекающими Из этого Правилами Только Он Еще Ипсайкер Опять же Одну Психосилу Кастит Ну Если Вам Реролл Ту В КТХ На Полный Нужен Может Быть Да Но Такой План Себе Чер Нормальный Кстати Да Может Быть То есть Не знаю Такой Ну Как бы Это Более-менее Еще Нормальный Персонаж Это Не Кастилян Кроу И Бразер Худ Чемпион Последний Кто Остается Это Как бы Обычный Парень В 3 Плюс На самом Деле Не В 3 Плюс А В 2 Плюс Но При Этом И Еще Сангулем Пеший По Сути Это Что-то Типа Крутого ХТХ Он Может Быть Если Соответственно Как и Штерн Убивается То Он Может Еще раз Отбить Атаки Что Неплохо И У него Вот Штерн Лучше бы Такое Дали Хотя бы У него Какое Название Просто Перфект Ворьер Ух Идеальный Лучший У него Есть 2 Стойки Вы Выбираете Какой Деретесь Соответственно Защитный Или Атакующий Условно Короче Либо Плюс Один Ту Либо Плюс Один Ту Са На самом деле Не так Очень Плохо Достаточно Такой Забавный Персонаж Потому Что Он Стоит Достаточно Дешево При Этом Как бы В ХТХ Забежав Кому То Он Стоит И Может С третьим Монугулем Стоять А может Уже Сэм Пауэр Свардом На Три Плюс Пробивать Например Маров Хотя У него Сила Четвертая Единственная Проблема Что Не в Термарморе Да Он Просто Пеший Чувачок Пеший В 2 Плюс У него Видимо Сохранился Один Из тех Арморов Которые Сейчас Отобрали Спейсмаринов Артифишл Последний Увал За собой Вот Собственно Мы Заканчиваем На Хаку И Переходим К Трупсе И У нас Не то Что Большой Выбор В Трупсе Соответственно Их два Первый Терминатор Скват Терминаторы Раньше Они были Вообще Лучше Ну В предыдущей Редакции Лучше Паладинов Ну Потому Что Не было Смысла Брать Паладинов Как бы По сути А Сейчас Ну Как бы Паладины Стали Получше Но Тем не менее Терминаторы Вполне Себе Нормальные Почему Потому Что Точнее Остались Почему Потому Что Это Отряд Из Соответственно Пяти Терминаторов Значит Десять Вундов Пятом Инвулетом Втором Армори Все дела Как и у большинства Терминаторов Две Атаки У Сержанта Три Что Соответственно В ХТХ Нормально Дерутся На пятерку Берут Один Соответственно Одно Оружие Хэви Что Опять же Еще Круче И Соответственно Что Можно С ними Делать Учитывая Что У нас Есть Обсек Что Учитывая Что У нас Есть Дипстрайк Идеально Конечно Что Они Делают Это Если Кто То Вам Точно Нужна Какая То Точка Вы Уронили На Эту Точку Они Там Всех Перемесят На Этой Точке Выбить Оттуда Тяжело Потому Что Даже Ласка Стреляя Туда Будут Они Кидать Четвертый Армор И Сидят Гадят Смайтят Стреляют Дерутся В ХТХ В общем Все Что Могут Но Дорогие Как Да Они Дорогие Под 250 Ачей Стоят Но Они Крутые Но Дорогие Но Крутые Вот Выбирайте Стоит Ли Они Брать Если Вам Они Кажется Дорогими Вот Аналог Трубс Другой Вариант Трубсы Это Страйк Скват Старые Наши Бомжи В 3 Плюс Не То Чтобы Бомжи Такие Когда За пятерку Тебе 100 100 С лишним Ачей Надо Заплатить Все Так Же Вооружено Нашими Классными ХТХ Оружиями Но А так У них По Одной И У Сержанта Две Джусти Кара И Могут Зять Опять Же На пятерку Оружие В чем Как раз Плюс Этих Пацанов Например В том Чтобы Взять Их Десятку И Дропнуть С помощью Стратагемы С помощью Стратагемы Лучше Чем Штарболтеры И Это Хреново Тонно Просто Стрельбы За 200 С Фипирочкой Очков Вполне Себе Ну А так Это наш Вариант Забивать Трупсу И Это наш Вариант Забивать Еще Возможно Диплой Чойсы Потому Что У нас Все Такие Классные Хотят Дипстрайкаться А Кого На столе Нам Надо Оставлять Вот Как Вот Вариант Кого Можете Оставить На столе И Здесь Расписывается Как Работает Бравер Худ Псайкерс В Новой Редакции Когда Вы Достуете Или Динайте Вы Выбираете Одну Модель В Юните И Все Измерения Происходят От Нее И Если Перила Просто Юнит Получает До Три Морталок Но Вокруг Него Шести Получает Морталки Только Если Отряд Умер Да Ну Вот Для Этих Парней Особенно Страшно Получать Морталки Конечно Потому Что Именно Перила Получать Потому Что Например Персонаж Не Сдохнет Скорее С Одних Перил Терминатор Тоже Один Терминатор Сдохнет Или Может Просто Д3 Псанов Игорит Да Они Все Так Тоже У нас Хоть Это Наш Трупса И Самый Дешевый Юнит А Тем Не Менее Они Не То Чтоб Сильны Дешевые Вот Так Дальше Идем Апотекарий Апотекарий Это По сути Терминатор Как бы Назвать Его Ну Просто Персонаж В Термар Море У него 5 Вундов Соответственно 4 Атаки Но Второй ВС Он Лучше Чем Марский Вроде Б Делает Все То Самое Что И Марский Апотекарий Соответственно Или Д3 Вундов Лечит Или Воскрешает Одного Пацана 4 Плюс Да Но Он У нас В термарморе Соответственно Он падает Он Соответственно У нас Кастит Опять же И Опять же Он У нас Может Нормально Дать Кому Ни По Роже Потому Что У него А Хорошее Оружие Б У него 2 Плюс ВС Вот Единственный Минус Это Еще Один Чойс Для Дип Страйка Паладинов А спесить Паладина Очень круто Да И отхилит Кого-нибудь Дальше Brotherhood Ancient Собственно Это Термос С тряпкой Бегает Такой Ребята Ребята У меня Тряпка Есть Что Дает Нам Дает Плюс Один Во-первых К Ледоку Вшести От себя И Дает Плюс Одну Атаку Инфантери Что Как бы Круто У нас Все Атаки Достаточно Сильные Чем Бо мы Не Били Раздать Прям Вообще Шик Опять Минус Его В чем Потому Что Блин Это Сраный Опять Чой Для Дип Страйка Ну И Напоследок Короче Единственная Забавная Особенность То Что Видимо Тряпка Ему Мешает Траться Или Апотекарию Наоборот Его Это Шило Дает Лучшие Шансы В КТХ Потому Что И У того Атака Есть И ВС Два Плюс А У Чувака Сознаменем Только Три Плюс И Три Атаки Видимо Сложно Тряпкой Бить Врагам Бьет А Я Тебе Не Пол Что Ты Меня Моешь И Дальше Переходим Прямо К Изюминке Ох Самый Сок Вообще Всего Всех Этих Ребят То Из Чего Видимо Денис Полюбил И То Почему Я Ненавидел Паладины Наш Любимый Владильник Короче Отряд По базе Состоящий Из Трех Терминаторов Которые Неожиданно Имеют Аж Три Вунды Теперь Ну Не Неожиданно На самом деле Ожидаемо И Все Имеют По Три Атаки А Их Парагон То есть Сержант Имеет Еще И Второй ВС Соответственно Что мы Имеем По сути Эти ребята Гораздо Круче Обычных Терминаторов Почему Потому что При незначительной Прибавке Около Десяти Очков К цене Мы Получаем Вунду Мы Получаем Атаку Плюс Мы Получаем На весь Отряд Сержанта Которые 2 плюс ВС Не Стоит Об Этому Забывать И Если Например Мы Даем Просто Отряд Из Трех Пацанов Не Увеличиваем Их До Пяти Например А можем Вообще Еще И Больше Гораздо Их Это 12 Атак 4 Из которых Это На 2 Плюс Естественно Как бы Догадывайтесь Зачем Они Нужны Они Классно Дерутся В КТХ Могут Чуть Пиу-пиу Сделать И Они Очень Терпят Потому что Если вы Наберете Более-менее Большой Отряд Соответственно Кидаем На них Какой-нибудь Санктик Можно Как раз Если вы Берете Отряд Хотя бы Из пяти Пацанов То Можно Вполне Одному Из них Дать Посох Потому что Как раз Будет Кем В КТХ Потанковать Потому что Пацан Никому Будет Стоять В третьем Инвуле Один И там Ловить Атаки Можно Конечно Не будет Как У Дениса Больше Флэшбэков Вьетнамских Когда Типа Такой Второй Инвуль Второй Извини Что-то Откидываю Откидываю Не могу Перестать Вот Теперь Как бы Ну Второй Инвуль На них Получить Никак Видимо Потому что У нас По базе Пятый И с посохом Можно Четвертый Сделать Ну и Соответственно Санктиком Третий Или Стратагем Мы не можем Как бы Повлиять На челекторов Соответственно Только Санктик Но Тем не менее Это Очень жирные Чуваки Соответственно Апотекари Если их Опять же Хилит Понимаете Восстановление Одного Такого Пацана Сильно Значимо Потому что Вот Какого-нибудь Пацана Просто Ну как бы Про больше Про них Нечего сказать Просто Очень крутой Отряд Ну Все-таки Вот Несмотря на то Что Как бы Прикольные Вспоминая Пятерку Ту Где у них Варгир Можно было На 10 моделей Дать Разный Варгир Понимаете И то И все И такая Палка И сяка У этого Такой мяч У этого Сякой мяч Это было Очень круто Конечно Сейчас Они более Такие Простые Парни Просто Терминаторы Толстые Ну да И все Ну у них как бы Есть их Хелберты И фальшионы И они всем Просто рожи Им раскраивают И как бы Никаких у них Проблем нет Теперь с этим Паладинам пофигу На кунг-фу Они по рожи Месят Да Вот собственно И все Больше про них Ничего сказать Нельзя Классный отряд Как минимум Один наверное Стоит брать Потому что Это такой Прям сильный Ударный кулак Который еще И терпит Безумно Дальше У нас есть Паладин А вот этот Уже крутой Вот этот Все-таки Опять 4 атаки И у него Второй УВС Все Больше он ничем Не отличается Как бы От обычного Эншента Тоже плюс одну атаку Дает И как бы И плюс один Самое смешное Что у него Даже вундов Столько же Пять Ну как бы Это более То есть улучшенный Вариант Знаменос С которым Если хотите Чтобы он лучше Кому-то Опять же Своей палкой Стучал по голове И переходим К Пурифайрам Странные ребята Получаются Потому что Их отличие От собственно Нашего Страйк Склада В том что Мы можем Как бы Это сказать Их Не знаю Что мы должны С ними делать Потому что У них порезанный Опять же Как бы Как у кое-кого Да Трехдюймовый смайт Мы же сказали На донышке Но Д6 Морталок Но трехдюймовый Вот и думаете Раньше они упадали И наворачивали Наворачивали Своим Клингсинь флейм Теперь Клингсинь флейм Забыт Да И у парней Какой-то Прифайм флейм Который раньше Там что-то Теперь он Делает им Маленькую пипку Ну такие В общем Такой себе Отряд Не знаю Очень Я бы сказал Спорный Да Дальше Дредноут Собственно Ну как бы Дредноут Но Псайкер Все Все что нужно О нем знать Он у нас Как бы имеет Все эти наши правила А так он Ничем не отличается От двух пушек Не может брать Двух пушек Не может Да Хотя Все болты Мунишина Тоже Да Берите в этом Никто не знает Чем я говорю Да Что отнесет Старик поганый Что он все позволяет Да 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 В этом Только разве что ИЗА Можно взять Вот у них есть Именно Серых рыцарей Дредноут С двумя автопушками Вот если вам хочется Берите ИЗА Дальше Дальше Венерал Дредноут Догадайтесь Что нам Дредноут Венерал Только теперь Серых рыцарей Все Кстати Напихали Много Нового Типа ИСПАЙСМАРИН Просто ИТОЖ БЕРИТЕ Все Пусть у вас будет Отстаньте уже СЕРВИТОР Догадайтесь Трех раз Что это Это СЕРВИТОР Но он не Псайкер Хотя бы В общем Мы отсылаем вас К СПАЙСМАРИН Обзору Мы там все Рассказывали Здесь В ТРАЦЕВИТОР Интерсептер СКВАТ Вот эти ребята Хотя бы Дееспособные Скажем так Джампакеры Которые В ТРИ ПЛЮС В чем Как бы Их плюс То что они Не просто Джампакеры А то что у них Типа Персонал Телепортеры Которые позволяют Там раз за игру Еще и Куда-то По сути Дейтануться На халяву И помните Что теперь Неважно Связан ТБ Не связан Да И все Взял Взял Вполне себе Можно их Применять Опять же Если Как бы Хотите Их Дропать Самая Большая Проблема Остается Найти Столько Юнидов Чтобы На столе У вас Тут стоял Но Их Как вариант Даже Можно Начать Пешими На столе Чтобы Потом Просто Гейтануться К противнику А не От него То есть Если Вы Не хотите Тратить Лишний Команд Пойт На то Чтобы Страйк Сквад Там Как-то Вставлять Да Стреляют Под двойным Опять же Можно На них Взять Десятку Будет У вас Соответственно 40 выстрелов Со штормболтеров Вполне себе Прикольно Можно Опять же Использовать На них Стратагему С увеличением Стрельбы Пургейшн Сквад Собственно Наш Типа Как это Называть Хэви Пацанов Я не знаю Хэви Пацаны Хэви Вэпн Сим Хэви Вэпн Сим Да Короче Девастатор Местный Не могут Ни в ласки Ни в меслы Ни в чего Могут Вот в этот Наш лист Орудий Псаленсеры Псипушки И инцинераторы И что-то Вот такое Это Вот такое Потому что Опять же Это пацаны В 3+, Которые Пешие И в целом Хрен знает Что с ними делать Короче Пацаны В 3+, Как бы Вот Вести их На чем-то Гейтовать Ну то есть Их нельзя Псать в руинку Да С ласками Их надо Подводить Близко Потому что У нас 24-й рейндж И раньше Как бы Псипушка Была Псипушка Сейчас Тебя рейнгом Накидай Все сдохнут А сейчас Ну псипушка Ну так Ну как бы Зачем Непонятно Да Ну типа Если вы Конечно Упоролись Единственный Плюс В чем То что Вот это все Вооружение Мы не упоминали На терминатор Стоит Значительно Дороже На пацанах 3+, Оно Значительно Дешевле В этом Конечно Плюс То есть Конечно У этих Пацанов Не так Дорого Будут Взять 5 пацанов 4 им Например Сайленсера Дропнуть Куда-нибудь Например Гейтом И конечно Там Они нажали Ну то есть Там разница В 6 очков 14 очков На пившем пацане 20 очков На терминаторе Псипушка Там Инцинератор Да И вот Как бы Блин Ну сложно Применимый Отряд Получается Притом Что у них Опять же У них В Сарате Сержант С своим Мечом Кому Он Нафиг Сдался А больше Собственно У них Никаких Правил Особенных Нету Так что Хрен с ними Дальше Пошли Немез Здесь Дреднайт И как бы Мы обсосали Его Нет смысла Говорить Он хуже Чем Да Ну Дреднайты Ну Такие Не знаю Раньше Просто Типа Это Серый Дреднайт Два Дреднайта И Драйга Да А теперь Ну Я не знаю Я не считаю Что Дреднайты Сейчас Особо Так Прям Нужны Потому Что Опять же Как бы Они Были бы Нормальным Там На Один Там Два Может На Большой Формат Но Когда У нас Появились Собственно Наши Любимые Градмастеры В Дреднайтах Ну Как бы Они Во всем Лучше Конечно Да Они дороже Но Они Во всем Гораздо Гораздо Лучше То есть Конечно Вы можете Устроить Просто Спам Единственное Дреднайтов Типа Набрать Кучу Дреднайтов Набрать Еще И Может Одного Двух Соответственно Грандмастера В Дреднайтах И Вот Там Устраиваете Канал Карнавал Какой-то Стоит Стоит Гв Писал Что Можно Взять Одних Дреднайтов В ростер И Все Они Конечно Не упомянули О том Что У тебя Половина Будет Дипстрайки А половина Пешочком Будет Часать С поля Такой Себе План Но Как бы Да Можете Но В целом Неплохой Юнит В чем Дело Единственная проблема В том Что Он Деградантский Опять же И Его Легко Не высчитав Наша Стая Ну И Самое Стрелючее Что Вообще Есть В кодексе Потому Что У него Только Тяжелые Все Пушки Есть Да И С Псалин С Рэн Жалко Вот Блин Если Можно Было Два Одинаковых Брать Оружия Было Вообще Топ Дальше Ландрейдер Смотрите Марский Кодекс Вообще Тут Различия Даже Нет Дальше Ландрейдер Крусейдер Догадайтесь Что Что У нас Делать Рэндрейдер Видимир Опять Опять Ж Марский Кодекс Разербэк Рина Шторм Хог Интерсептор Появился Вдруг Тоже Шторм Рэйвен Шторм Талон Появился Все Юниты Закончились В чем Сейчас Как бы Смысл Условно Грейнайтов Вы Можете Играть Грейнайтами Конечно Все таки Они остаются Марами Вы можете Играть Марских Архетипов Но Они проигрывают Всем марам В чем Денис В том Что у них Нет же Гильмана И лейтенанта И лейтенанта Вот Это их большой плюс Ой Плюс Минус Соответственно Они не могут В парковку Ты знаешь Для меня Да Для тебя Плюс Да Вот Они не могут В парковку Точнее Могут Но она не такая Эффективная Будет Соответственно Без рерола Ту вунд Единственный Вариант Из марских Таких Остается Это Куча Кирпичей Летающих Ну то есть Опять же Учитывайте Теперь момент То что Кирпич Это Флайер И тебе сказали То что Если у вас Стали средние флайеры На столе Сарям бы Ты проиграл Надо Чтобы у вас Точно На столе Не вайпнули Все остальное Но Как бы Они не так Чувствительны К реролам Единственный Потому что Если противник У вас подвижный И вам придется Тоже летать По столу Всему И соответственно Лейтенанта Вам не сильно И поможет Например Конь Драйгера Неполных реролов Можно куда угодно Там уронить И он будет Псоваться Как бы Это из Марских Архетипов Своих Собственных Ну Как бы Вот Набирайте себе У вас есть Терминаторы По сути У вас есть Основные Юниты Это Дреднайты Скорее Все таки С уклоном Именно В Как зовут Грандмастеров Дреднайтах У вас Есть Паладины Но скорее Все Тоже Не больше Одного Ну максимум Двух отрядов Может Попробовать Что-нибудь Такое Терминаторов Можно брать Но зависимости Количество Зависит сильно От формата Потому что Дорогие Все таки Пацанов Триплюс Ну вы просто Вынуждены Будете брать По возможности Вольдус Драйга Соответственно И Например Апотекарий Со знаменосом Они очень Полезны Но Они тоже Опять же Сильно Зависит от формата Не только по очкам Сколько по Диплой Чойсам Хватит ли вам Чтобы нормально Всех как-то Расставить Или Вам нужно будет Очень Заморачиваться С игрой То есть условно Вы начинаете Кем-то Терминатором На столе Чтобы потом Срочно На столе Чтобы вы Гейтуете Потому что Иначе Вы не сможете Всех расставить Типу Дипстрайк И так Увести Ну Раз такой Как раз Серый Детач Как кулак Ударный Куда-то Закидывающийся То есть У вас Может быть Детач Каких-то Спейсмаринов Под тем же Гильмон Даже Возможно Который Стоит Где-то В хвосте Вы кидаете Серых рыцарей Вперед Гильмон Он бежит К ним Он тоже Все-таки Не империум Тоже Будет Да Он там Копеек Как минимум Будет Рыдовать И Здесь Такой Кулак Получается Во-первых Плотный За счет Паладинов Который Может Навалять Причем С роллом Черджа Если бы Взяли Правильное Все И Самое Главное Морталки Со всех То есть Что бы Не было Морталочками Можно Тихонечку Погрызть При том Что Да Кажется Ну Одна Морталка С отряда Но Вы понимаете Что Четыре Отряда Учитывая Что Вы Кастите Считать На 4 Плюс Смайт Они Навешают Много Соответственно Больше Отрядов Еще Больше Соответственно Если вы Набираете Каких-нибудь Апотекариев Знаменосов Они тоже Свои Морталки Вешают Противнику Станется Больно Особенно Как раз Типа Зеркальному Противнику Которые Такие Крепкие Толстые Юниты Которые Потеря Этих Вунд Очень Значительно Конечно Да Каким-то Конскриптом Эти Морталки И вообще По Волку Мне кажется Что тут Не важно Ну У нас скоро Выйдет Собственно Чаптер Опрос Где поменяется Систему Выбора Кто Переходит Но Мне сервер Рыцарь Кажется Сейчас Не важно Ходят Они Первые Нет Потому что Они будут Дипстрайки Им даже Вторым Находить Наверное Выгоднее Поэтому Главное Чтобы у них То что В своем Диплое Стоит То что Терпит Оно Было Такое Плотненькое Что Нельзя Разобрать А там Уже Выпали Давай Разбираться Даже Интереснее Кого Противник Пошел Чтобы Понимать Куда Падать И Это Еще Станции Для Кучи Болтеров Просто У всех Вот Этот Ассотный Болтер Стоящий Как В Фаер Два На То есть Упал Один Отряд Просто В дырках Есть Второй Хобот Флычеон И Мортал Какому-то Упырю Еще В 2 Плюс Там На До свидания Да То есть Короче Получается Они Вот Просто Падают Гора Выстрелов Штромболтеров Которые Ну Как Все Почувствуют Ее Даже Каким Термосат С нормальным Армуром И А Потом Еще Да Это Чарджет И Наворачивает ФТХ Так Все Что Движется И Не Движется И Еще И Кастит Ну В общем Вообще Шик Прям И Плюс Еще Не забывайте Что Вы Против Большинства Магических Например Расписок Вы Хотя Бы Защищены Тем Что У вас Есть До Хренища Просто Диная И Соответственно Даже Играя Против Бремов С Магнусом Вы Как Б Можете Значительную Часть Кастов Просто Поотменять Потому Что Много Отмены Реально И Кастуйте Опять же Плюс Один То Проще Гораздо Кастовать И Посмотря На школу Серых Рыцей Одно Заклинание Восьмое Все Ставите Каст Подсадоч Вообще Плюс Одним Этим Считайте Вы В среднем Каст Все Спол Ин У вас 5 на 5 Плюс Смайтов На 4 Плюс Ну Как Очень Круто Причем У вас Откровенно Тупых Кастов Нет Все Полезные Как Раз Вам Надо Вы Скорее Будете Все Касты И Смайтовать Сколько Первый Кодекс Вышедший Именно Отдельно Фракционный Не который Включает Кучу Тамаров Кучу Семцев Именно Вот Все Весь Осредоточен На Одних Парнях Причем Как бы Не так Чтобы Много Всего Дали Но При этом Они Стали Очень Плотными Прямо Они Могут Играть Сами Могут Играть Вместе С кем То Хорошо Играть С Напарники Если Вот Кто-то Стоит Причем Такая Интересная Что в управлении Что в игре А не просто Какая-то Девнятина Ну Если Вы обожаете Серых рыцарей А и к тому же Инквизицию Любите Вырезать Короче Всякую Ересь Прям Армия Для вас Не знаю Остался ли Там Бэк Варда Где-то Оооо Боже мой Они просто Сверх Сверх Спейсмарина Теперь у нас есть Сверх Сверх Спейсмарина Которые Сейчас Сейчас Серые рыцари Свои Сделать Вроде как О них Никто не знает Да Они всех Вырезают Но Как-нибудь Там Спихнут Эти Потому что Ну Можно же Меньки Продавать Так что Ждите Пока Вот вроде как Нет у них В общем Отличная Армия Если вы Особенно Любите Играть За Элитную Армию Где У вас Немного Крутых Прям Таких Плотных Моделей А не Куча Просто Бичей Которые Такие И Рассыпаются Ас Моделей Причем Каждая Из моделей Такая Прям Значимая Ты прям Такой Платишь Когда тебя Убивают На Уплодин Нет Пожалуйста Не Стреляй Ну И в любом Случай Как бы Это лучше Чем Было То Что В шестерке В семерке Просто Там Они Вообще Не Отсвечили У них Был Один Персонаж Который Играл В одном Росте И Два Дай Та Которые Тоже Серые Рыцари Тоже Они По сути Это не Особенно Зименились Просто Действительно Перешли Из семерки Восьмерки И оказалось Что это Круто Неожиданно Приятный Так что Ждем Серых Рыцарей На турнирчиках И на Компаниях А в КТХ То Солнце При этом Он Папочка Сейчас Мы Доснимем Пойдем Ладно Посмотришь Пока Мультфильм Но Он Вносит Что Солнце Потому что Плюс Один Клядаку Плюс Один К папочке Пеший Значит Елигитова Папочка Молодца Дай Пойдем Смарю Да Пойдем Смарю Оно На Терминаторах Стоит Значительно Дороже Вы Просто Четыре отряда Четыре Морталки Но Это Не так Плохо Вход Просто Все Расстроило Или еще Не Расстроило Таскать Толпы Всяких Бичей Вот Вам Набираете Классных Крутых Парней Немного Моделей Смотри Как Я Накакываю Так Мы Снимаем Весь Сор Я Иду Смотреть Как Накакываю Хорошо Хоть Это Не Лесник Накакываю 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 Накакываю